14-летний Илья и 9-летний Матвей на льду проводят большую часть свободного от уроков времени. Первым хоккеем заболел старший, затем подтянулся и Матвей. Сейчас на льду, а также в плавании, пробует себя и 4-летний Богдан. Мы поддерживаем спорт детей, помогаем им во всем. Возим на все лиги, которые есть и в Стародуб, и где мы еще ездили? В Жуковку. В Брянск мы ездили, на тренировки ездили в Брянск. Играем, у нас команды нету в Суземке 2008 года, играем мы за Трубчевск. На Золотой шайбе заняли второе место. Года три назад играли за Суземку и дали лучшего игрока. В семье Мазур работает только папа. Мама иногда на дому выпекает на заказ торты. Но большую часть времени женщина посвящает детям. Мы максимально подстраиваемся под жизнь детей. Почему? Потому что у них есть тренировки, на которые нужно выделить время. Потому что везем мы на своем автомобиле, мы едем с ними, мы на каждом хоккее постоянно с ними. То есть смотрим каждую игру. Супруги уверены, быть многодетными несложно. Тем более, что у детей есть общие интересы. Они никогда не скучают. Давай, давай, ухи. Ухи, ухи, ухи. Решать финансовые проблемы помогает весомая поддержка от государства. Ежемесячно мы получаем выплаты с трех до семи и с восьми до шестнадцати. Эта выплата хорошо поддерживает. И мы получили материнский капитал, региональный капитал. Мы на третьего получили землю. Также у нас открылись секции, куда посещают дети. То есть наше государство, я считаю, что не обижает нас ни в чем. Действительно, современные спортивные объекты сегодня открываются во всех райцентрах Брянщины. Вот и ледовые дворцы есть как в самой Суземке, так и в соседнем Трубчевске. Даже на дорогостоящее обмундирование для юных хоккеистов почти не приходится тратиться. Вот на маленького нам выдали полностью всю форму. На среднего тоже вратарская. Вся полностью. То есть и в идеальном состоянии. Для старшего, большая часть хоккея, она присутствует форма. Надежда и Виталий говорят, в их семье всегда весело. Вместе с детьми они любят путешествовать и просто гулять во дворе. Если нужно, всегда готовы прийти на помощь. Как друг другу, так и окружающим. Ольга Макушникова, Дмитрий Матеров. События Суземка. Субтитры создавал DimaTorzok